Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут Ксения, мне 23 года, недавно я вышел замуж и со временем четко осознала, как много у меня комплексов и странностей. Корень всех проблем лично я вижу в том, что я не способна к принятию себя любое слово нечаянное, не всерьез, сброшенное по отношению к моей фигуре, испортит мне настроение на весь день, доведет до слез и заставит думать об этом очень долго. И это при том, что я не имею проблем с весом. Как себя полюбить? Пишите вы. Ну, знаете, вот, наверное, такая вот есть, если можно так сказать, сложность, да, в том, как вы задаете вопрос. Дело в том, что мне кажется, что полюбить себя просто так вот, не за что совсем, да, на мой взгляд, достаточно сложно. Почему? Потому что, безусловно, любовь, она всё-таки довольно так, она довольно абстрактна, если можно так выразиться. Вот, она довольно отвлечённа, вот, я бы ещё, наверное, такое бы слово сказал, да. То есть, полюбить себя это хорошо, полюбить себя это здорово, но нужно понимать, наверное, что просто так вам полюбить себя будет несколько сложно, да. Да, ведь мы любим, как бы, мы любим себя всё же за что-то. Мы любим себя за то, какие мы есть, вот. Понимаете, да? И это очень важный момент, как мне кажется, как мне кажется, это важный момент. То, что мы любим себя за то, какие мы есть. Вопрос в том, на мой взгляд, заключается. Вопрос в том, какие мы есть. Вот это, как я думаю, очень важный аспект. Какие мы? Кто мы? Что мы из себя представляем? Вот это то, на что мне бы хотелось обратить ваше внимание, да? То есть, мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, какая вы? Наверное. То есть, чтобы полюбить себя, как вы говорите, чтобы полюбить себя, мне кажется, в первую очередь, нужно понять, кто вы. Кто вы? Что вы из себя представляете? Какой вы человек, в принципе. Да? То есть, вот это мне кажется очень важным. Это, мне кажется, то, чего не хватает у вас. Мне кажется, это то, что вам не хватает. Мне кажется, что это то, в чём вы нуждаетесь. Вы нуждаетесь в том, чтобы понять для себя, чтобы сейчас переживать, может быть, по немножечко другому поводу. Не по тому поводу. Не по тому поводу, который вы выбираете сейчас. Да? То есть, почему вас беспокоит история, идея, связанная вот с вашей фигурой? Потому что ничего больше в вашей жизни нет. Ничего более важного, вероятно, в вашей жизни нет. И поэтому, мне кажется, вас и волнует ваша фигура. Поэтому, на мой взгляд, здесь крайне важно, чтобы вы научились видеть свою ценность не только в фигуре своей. Да? Ну и ещё в каких-то вещах, понимаете? В каких-то своих, ну не знаю, может быть, в каких-то своих достижениях, в каких-то своих успехах, в каких-то своих действиях, в каких-то своих поступках, если угодно, в каких-то своих, может быть, в каких-то своих ценностях, понимаете? Вот. А сейчас вот такое ощущение, да, что вы этого не видите. Сейчас есть такое чувство, что вы этого не чувствуете. Ну, как бы не замечаете, да? Вот если сейчас вот такое ощущение. По крайней мере, у меня такое ощущение присутствует. И именно поэтому вас, скорее всего всего, беспокоит то, о чем вы пишете. Поэтому, нужно не просто полюбить себя, да? Это банальная фраза достаточно. Полюбить себя. Не просто полюбить себя нужно. Нужно создать что-то, за что вы будете себя любить. Но, понимаете, это немножко не та модель достижения любви к себе, которую, например, вы можете использовать на постоянной основе. Это не та модель. Скорее всего, скорее всего, эту модель вы не практикуете. Потому что у вас есть в голове, скорее всего, опять же, такая позичность, что вот сейчас я, значит, чего-то достигну. Вот сейчас я чего-то добьюсь. Вот сейчас я стану какой-то. И у меня все будет хорошо. И смогу, наконец-то, вот, что называется, зажить. Вот. Ну, а правда заключается в том, что вы определяете к себе большого достаточно, да? Количество требований. Вы требуете от себя достаточно многого. Вот. Но, так и остаетесь на том же самом месте. Так и остаетесь вы в той же, ну, в той же самой позиции. И это не случайно. Вот. Потому что, когда человек пытается достичь любви, достичь какого-то понимания, признания себя через действия для других в обход своей природы, в обход себя самого, по сути дела, это ни к чему хорошему. Как правило, не приводит. И то, что вы описываете, в общем-то, наглядно это показывает, наглядно это демонстрирует, что ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому, я вижу свою задачу, ваши задачи. В том, чтобы найти в себе то прекрасное, то ценное и научиться это реализовать. Ну, или реализовывать, да? То есть, как угодно. И уважать себя. Восхищаться собой. И ценить себя. Да, может быть, у вас не идеальная фигура. Раз вы так реагируете. Да, может быть, вам с детства как-то вот привили вот эту вот историю, что самое важное, самое главное в жизни женщины, это её фигура. Может быть. Это тоже то, что вам имеет смысл, как мне кажется, пересмотреть. Вот. Но, если вы пересмотрите даже, но себе взамен ничего не дадите. Если вы откажетесь с этой позиции, но себе ничего не предложите взамен, потому что сейчас у вас есть хотя бы стремление к фигуре. Да? То есть, ну, вас, конечно, напрягает, вам, конечно, это тяжело, трудно и болезненно, да, но хотя бы вот какой-то стимул есть, да? Ну, стимул, я имею ввиду, там, чтобы делать, да, двигаться по жизни и так далее. А если это убрать, то какой будет стимул? Никакого. Поэтому, большой риск здесь, того, что вы в апатию уйдёте. А мне бы этого не хотелось. И вам, я уверен, этого не хотелось бы тоже. Поэтому, очень важно себе что-то предложить. Очень важно себе что-то дать. Я бы начал движение вот с этих двух аспектов. Да? Первое. Кто я? Кто я? Какая я? Да? Чего я хочу? К чему я стремлюсь? Чего я желаю? Вот. Это первое. И второе, это, эээ... Почему я решил, что фигура так возьмала? Пока у вас нет ничего дополнительного, пока у вас нет никаких дополнительных стимулов, а вы будете цепляться за историю фигуры. Это абсолютно нормально, что вы будете в него цепляться. Почему? Потому что какая альтернатива? Альтернатива непонятна, не знаю, не определена. Когда будет альтернатива, и если будет альтернатива, то вам будет проще. Потому что, эээ, вы будете видеть, на что вы переключаетесь. И, конечно, может быть такая штука, что вы будете, эээ, ну, скатываться, да? То есть, по привычке. Вы будете скатываться, вот, в какую-то, ну, в привычную модель поведения, вы будете скатываться в привычную, эээ, ну, в привычные, в привычные приоритеты для себя. Вот. Возможно. Возможно. что-то изменилось, да? Для того, чтобы что-то изменилось, да? Для того, чтобы что-то поменялось, нужно время. Нужно время. Нужно время. Понимаете? И требовать от себя быстрых результатов, ну, лучшее решение. На что еще хотелось бы обратить вам, эээ, ваше внимание, да? Вот к чему еще хочется немножечко, эээ, привлечь ваш взгляд. Эээ, хочется привлечь ваш взгляд к тому, что у вас проблемы начались после выхода замуж. Почему-то. Это довольно интересная, эээ, я бы сказал, это довольно интересная, эээ, корреляция здесь наблюдается. Почему-то именно после того, как вы, эээ, вышли замуж, у вас, эээ, появилась вот эта проблема. Эта проблема, ну, как появилась, обострилась, давайте скажем так, да, обострилась, скорее всего, это было, вероятно, навсегда, вот, но обострилась, обострилась, вот, эээ, как бы, после выхода замуж, вот, может быть, может быть. А здесь, эээ, ну, замешано то, что вы, эээ, как-то вот, эээ, стали бояться, эээ, например, эээ, того, что муж вас бросит. Вот, может быть, вы, эээ, стали бояться того, что, ээээ, ну, как бы, вот, что вы его надоедите, да, эээ, своему мужу и, соответственно. Одна, одна. Может быть, в ваших, в ваших отношениях мало доверия, как, каких-то, вот, доверительных отношений, вот. И то, что вы описываете, это, эээ, вот, именно про, эээ, данный момент. То есть, это, это история про то, что у вас с мужем не хватает, эээ, доверия, не хватает, ну, доверительных каких-то отношений, эээ, как бы, да, вот. Может быть, я же не знаю. Может быть. Может быть так, может быть иначе. Мне, эээ, сейчас, эээ, как бы, ээээ, сказать об этом несколько, эээ, сложно, потому что информации о вас слишком мало. Эээ, возможно, имеет смысл для, ээээ, ну, более, может быть, ээээ, комплексного решения проблемы. Имеет смысл, может быть, эээ, привлечь вашего мужа к решению. Ээээ, проблему, да, к решению этой ситуации. Может быть. Эээ, имеет смысл привлечь вашего мужа, вашего мужа, и вместе с вашим мужем, да, как-то вот это, это, ээээ, поисследовать, посмотреть, эээ, вот, ээээ, поговорить, проговорить и так далее. Ну, может быть. Опять же повторюсь, я пока не знаю. Вот. Но двигаться, на мой взгляд, нужно именно в этих ключах. Вам. Да? Вот. Потому что это путь. Это не быстрый путь, это определённый путь. И то, как вы задаёте свой вопрос, например, говоря о том, что, эээ, как всегда полюбить. Преполагаются. Преполагают, что есть какой-то, эээээ, ну, вот, Как сказать. Есть какой-то, эээ, универсальный ключ, универсальная, эээ, универсальная, ну, как бы, универсалия. Вот. Нет. Для вас это всё, он свой. Главное у него найти. Искать лучше всего с психологом. Быстрее, проще, безопаснее. Вот. Это, да, потребует, конечно же, какого-то времени, безусловно. Вот. Это потребует каких-то ресурсов от вас, потому что это процесс не быстрый. Несмотря на то, что вот вы хотите себя принять, вы всё равно будете как-то сопротивляться, потому что от той позиции, в которой вы сейчас находитесь, вы получаете определённую выгоду. Вот. То есть, ну, например, реагируя вот, ну, как-то вот негативно, да, скажем так, реагируя на то, что вам говорят о вашей фигуре, например, вы можете позволять себе какие-то чувства, вы можете позволять себе какие-то эмоции, да, вот, по отношению к, там, грубо говоря, например, мужу вашему, да, вот, что-то такое, чего вот, ну, в другом каком-то аспекте и в другом каком-то контексте вы бы себе не позволили, вот, понимаете, да? Поэтому важно понимать и выгоду в том числе. Без выгоды, без понимания, что вы от этого получаете, вот, а что-то вы от этого получаете, вне всякого сомнения. Работа может быть обречена на права. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду, это в виду, да? Ключевой момент какой? Важная ли фигура? Конечно. Фигура важна. Важно то, как вы выглядите, потому что, ну, любой человек хочет выглядеть хорошо, вы женщина, для вас это имеет значение, как бы, более высокое, чем, например, для мужчины, да, внешний вид которого традиционно, ну, не так котируется. Вот. Это понятно. Но если мы говорим о том, что фигура и внешность важны, то мы говорим, то мы ни в коем случае не говорим о том, что фигура и внешность являются определяющими и настолько вот, ну, как бы, сильно влияющими на вас. Да? Вот. Какой аспект здесь есть. Понимаете, да? Поэтому нужно немножко переключиться. Оставив фигуре вашей и внешности в коем случае. Ровно такое место, которое, ну, в общем-то, в общем-то, должно быть, вот, ни больше, ни меньше. А сейчас в этом уделяется значение куда больше, чем это, ну, скажем так, да, происходит в норме. Вот. Почему? Как так получилось? Это нужно выяснять. Да? Вот. Может быть, муж что-то вам транслирует, сам того не желая, и вы понимаете его по-своему. Ну, просто потому что, вот, мужчины могут, как бы, да, то есть, мужчины, вот, мы такие, вот, как бы, существа, что можем иногда сказать что-то, да, не передавая значения, вот, а женщина, соответственно, уже, там, себе надумала и напридумывала, вот, всё, что вообще, как бы, только может. Вот. И это не её вина, и не вина мужчины, не вина мужчины, такие, как и мы есть, но нужно научиться коммуницировать и слушать друг друга, слушать друг друга, понимаете? Это не так просто. Это обучение коммуникации, это освоение, как бы, эмоционального интеллекта своего, да, то есть, понимание того, вот, как бы, как работают чувства, эмоции тогда. Вот. Ну, можно, эээ, привести пример. И на этом, я думаю, закончить. Вот, эээ, какой пример работы, эээ, допустим, эмоций, эээ, эмоционального интеллекта, как это происходит. Например. Я не, эээ, чего плохого не хочу сказать, ни про вас, ни про вашего мужа, ну, просто, вот, в качестве примера такой вот, может, немножечко остренький, да, но, тем не менее. Вот, эээ, вы сказали, что, эээ, начали чувствовать, эээ, чувствовать, ээээ, такую вот проблематику, да, после того, как вы шли замуж. Вот. Это у вас, эээ, что называется, остров. Эээ, ну, как бы, началось. Вот. Эээ, почему? Потому что, вполне возможно, что ваш муж транслирует вам историю о том, что вы должны быть идеальны. Не каждый вопрос, почему муж транслирует вам, эээ, такую мысль? Потому, как такая мысль присваиваем в голову? Ведь другим человекам такая мысль, эээ, в голову ему могла бы не прийти, да? Почему? Потому что эту мысль транслируете ему вы, вероятно. То есть, вы ему, как бы, транслируете, я должна быть идеальной. Он это слышит, начинает от вас требовать, чтобы вы были идеальны. То есть, вы для него поднимаете тему, там, идеальные фигуры и так далее. Вот. Вы это чувствуете и обижаетесь на него. Например, даже если это не он говорит. Не важно. Вот. Знаете, какая штука? И всё. И коммуникация, по сути, разрушена. Отношения, по сути, разрушены. Потому что, как так, ты, там, мне постоянно, там, указываешь, там, на мою фигуру, там, на мои недостатки, ты делаешь какие-то намёки. Вот. Но человеку как-то это может прийти. Как-то это приходит в голову. Знаете? Это не единственный путь, безусловно. Да? То есть, как бы, есть, ээээ, ну, разные пути. Именно поэтому важно, ээээ, вот, консультироваться, ээээ, в семейном аспекте. То есть, старый. Вот. Чтобы понимать, как это все работает. Но вот, условно говоря, в качестве примера, я надеюсь, вам это плюс-минус понятно. То, что я сейчас вам сказал. Надеюсь, что вы как-то для себя какие-то выводы сделаете и сможете решить, как дальше вам поступать. На этом все. Надеюсь, что я помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам начать движение по изменению себя. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования начальных постулатов для психотерапии. То есть, то, с чего это начнется. После чего это уже будет как-то преврастать какие-то отдельные темы, отдельные проблемы и так далее. Но обратная связь работает именно так. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего доброго. Я уверен, что со всеми трудностями и проблемами можно справиться. То есть, это как бы, ну, это не фатально, скажем так. Главное, чтобы у вас было вот желание себе, что называется, что-то менять. Удачи вам. Всего самого доброго.